К вопросу о том, является ли Россия отдельной цивилизацией. Ну, я считаю, что, конечно, сделать это высказывание предметом шуток и острот можно. И, в общем, в принципе, юмор помогает нам выжить в самых сложных условиях. Но я в данном случае про книгу Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Поразительно, но факт, эта книжка вышла в серии «Львов 100», «100 главных книг» и так далее. Наряду с феноменами типа «Льва Толстого» или «Теодора Драйзера», эта книга вполне себе научная. То есть, есть много видов неточных сведений, лжи, неправды. И одной из разновидностей такой лжи является художественная правда. Иногда можно так хорошо описать Д'Артаньяна, так сказать, из области книжной, что реальный капитан мушкетеров затмится. Можно так расписать Кутузова, что настоящий Голенищев-Кутузов, как говорится, будет совершенно не похож на тот, которого привыкли видеть в книгах и фильмах. Так вот, по мысли Хантингтона, существует несколько именно цивилизаций. Наряду с тем, что мы благодаря какой-то научной стороне действительности знаем про существование разных политических, ну и, может быть, даже экономических систем. Я, когда учился в университете, разумеется, должен был тогда в 70-е годы сдавать экзамены по политической экономии и по вообще всей структуре марксизма-ленинизма. Начиная от философии и заканчивая отдельными политическими решениями тогдашней коммунистической партии Советского Союза на очередных съездах. Значит, нам рисовалось два мира, две морали, две экономические системы. Наша социалистическая, ихная капиталистическая, которая того гляди развалится, но вышло несколько иначе, мягко говоря. А вот то, что существуют цивилизации совершенно по другим признакам и объединяются они на основании чего-то более глубокого, тогда, конечно, эта мысль в голову не приходила. И, возможно, даже если Хантингтон тогда уже жил и писал, его просто не переводили на русский язык. Итак, под цивилизацией надо понимать нечто более существенное, чем политический уклад и экономическая модель. Приходится констатировать факт, что, например, к цивилизации, в которой входит Россия, никак не примыкают некоторые бывшие составные части Советского Союза. Например, не примыкают не только славянские страны, типа Польши, там, скажем, Чехии, бывшей Югославии. Но, скорее всего, не примыкает и Украина. Хотя есть общие исторические корни. В последнее время возникает сомнение в том, что в эту цивилизацию монтируется даже часть ныне союзного государства, потому что с Белоруссией у нас союзное государство, то есть нет границ, таможен, там, скажем, паспорт заграничный не требуется. И, в общем, много признаков, так сказать, объединения. Но вот именно цивилизационные аспекты другие. В частности, значит, и Китай, и Индия хантингтоном выделяются как отдельные цивилизации. Поэтому, несмотря на сходство на уровне, так сказать, элементов восточного деспотизма, культа, так сказать, верховного правителя, императора, батюшки-царя, китайцы совершенно другие. Что характеризует российскую действительность как отдельную цивилизацию, если не подходить иронически, язвительно и назидательно? Ну, я полагаю, что это в первую очередь то, что наша цивилизация строится на огромном пространстве, которым очень сложно управлять. И придумывается столетие за столетием одна и та же модель. То есть, максимальной централизации власти, ее максимальной вертикализации, замыкания, значит, всех концов на такой, вот так сказать, управляющий центр, а в управляющем центре на управляющую личность. И связано это с тем, что примерно так существовал прообраз современного российского государства, то есть, кочевая империя, а позднее империя Чингисхана. И хотя потом эта сама империя трансформировалась, вот эти признаки, принципы перекочевали как раз в нарождающуюся российскую империю. Следующий момент, что в этой цивилизации существует гигантская оторванность так сказать, политической, социально-политической ориентации населения и интересов власти. Население как бы сторонится всякой государственности. И началось это еще, так сказать, со времен великих князей, особенно обострилось в период раскола. То есть, сбежать подальше от государства в скиты, в отдельные поселения, чтобы не нашли ни с налогами, ни с прививками. В свое время шарахались даже от прививок, видя в этом какое-то там желание заразить, убить, угробить. Итак, крестьянская община была самодостаточна, и даже полицейские функции осуществляли выборные, так называемые соцские. То есть, вот это вот максимальная централизация власти при очень даже таком антигосударственном, саботажном отношении к ней снизу. Далее, значит, поскольку экономическая модель может меняться, как вы поняли, от экономики социализма перейти к вот этой вот комбинированной, химерической, сложно-составной, многоукладной экономике теперешней, все равно сохраняется принцип, что государство хочет собирать большие налоги и распоряжаться ими само, а роль, так сказать, населения в распределении этих ресурсов, ну, в общем, практически равна к нулю. И сейчас, поэтому, снова ставится вопрос, что окажите прямую финансовую помощь населению, а вот нет уж хренушки вам, мы сами без вас разберемся, куда чего вкладывать и так далее. Вот, разумеется, значит, такая характеристика, как милитаризация, не нова, милитаризации хватает и в других государствах, но у нас есть определенная героизация милитаризации. То есть, вот эта вот модель, значит, мы всем все покажем, мы можем повторить, мы всех научим жить, мы всех превосходим именно в силовом компоненте, а также способности терпеть и страдать ради, так сказать, конечной высокой цели, тоже, пожалуй, что ни у кого не найдешь. Значит, и отчасти люди даже впитывают это с детства и понимают, что вот величие, так сказать, как таковое, это одна из ярчайших черт русского человека. Значит, не все населения современной России русские и идентифицируют себя с русским. Но, значит, шовинизм, то есть, как желание превосходить другие народы и страны, так сказать, по вот этим самым компонентам величия, значит, прежде всего, военизировано, может быть, присущей тем, чья этническая, так сказать, составляющая совершенно не русская, не славянская, не православная. В этом смысле цивилизация, так сказать, витает над понятиями религиозности, экономики и политики. Вот. Желающим глубже разобраться в вопросе, я рекомендую познакомиться с трудами самого Хантингтона. И, как говорится, мы продолжим с первой цифры.